Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме. Александр Шунин, Олег Пеков в студии. Мы рассказывали в первой части о том, чем богат, какими событиями интересными. Вот сегодняшний день, 4 марта, ну, в прошлом, в истории, но, тем не менее, вот, будем знакомить вас с событиями, которые происходят и которые отражаются на нашей сегодняшней жизни. Ну, и одним из, ну, мне кажется, вот мир становится лучше, мир становится как-то более, менее агрессивным, более дружелюбным. И вот борьба с расизмом, ксенофобией, с различными формами дискриминациями, она происходит во всем мире, ну, и в Латвии в частности. И в частности, в рамках международного же проекта, так называемого КАЛДР, юридический факультет Латвийского университета, фонд общественной интеграции, госполиция, прокуратура и судебная администрация, ну, вот, приступили к реализации этого совместного проекта. И с нами на связи Кристина Дупоте, научный руководитель проекта КАЛДР, ассоциированный профессор юрфака Латвийского университета. И мы с Кристиной сейчас поговорим, в общем-то, о том, как в ближайшее время за европейские деньги в Латвии будут бороться с тем самым расизмом, с той самой ксенофобией и прочими видами дискриминациями. Какова конечная цель? Каковы пункты? Каковы следующие шаги? Госпожа Дупоте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, ну, сразу, строить ту-зепонь, что называется. Что это за проект? Что означает КАЛДР? Что произойдет в его рамках и в течение какого времени? Да. Значит, проект будет длиться два года. И в рамках этого проекта, в принципе, самая цель проекта – это повысить способность правоохранительных институций в борьбе с преступлениями ненависти, в том числе языком ненависти. То есть, ясно, ясно то, что это абсолютно, ну, необходимо. Но имеется в виду почва, ну, в смысле, не преступление на почве какой-то личной неприязни этой ненависти, а все, что связано с дискриминацией, например, да? И невозможно не спросить об исходной точке. Как в Латвии обстоят дела с той самой нетерпимостью, не знаю, расовой, сексуальной и прочим? Ну, в принципе, дела, ну, я думаю, не в очень хорошей кондиции или ситуации. И, в принципе, дело в том, что, как бы, уголовные дела, которые, ну, ведет полиция, прокуратура и решение судов насчет этого вопроса, они не настолько много в количественном смысле, да? И, в принципе, одни говорят, что это означает, что у нас такой проблемы нету или она очень маленькая. Но мы думаем по-другому, мы просто думаем, что мы, в принципе, не осознали, насколько большая эта проблема ненависти в нашем обществе. И то, что нам надо активно работать, чтобы эффективно с этим бороться. И если говорить насчет, ну, признака дискриминации, да, то, в принципе, если изначально мы думали, что мы будем говорить только об этих классических признаках дискриминации, как раса, этнической принадлежности и так далее, то теперь в данном контексте, потому что я это писала, этот проект год тому назад, а в данной ситуации за год у нас эта ситуация абсолютно изменилась, потому что я думаю, что каждый из нас, который активен в соцсетях, например, почувствовал на себя лично, как это, когда ты лично сталкиваешься с речью ненависти. И в этом случае вот насчет пандемии, я говорю, насчет различных взглядов насчет COVID-19, да, и, в принципе, в нашем исследовании это ясно, что мы должны расширить эти признаки дискриминации, да, и говорить тоже насчет речи ненависти по признаку убеждения, да, потому что это все то же самое. Скажите, пожалуйста, Кристина, ну вот вы привели пример социальной сети. Хорошо, смоделируем ситуацию. Вот я сижу вечером перед сном, например, в Фейсбуке, читаю какую-то ленту, написал какой-то пост, мне отвечают в комментариях, там, завязывается, ну, назовем это мягко, спором, и либо мне кто-то пишет, либо я кому-то пишу. Ну, тут ты дурак и не лечишься. Где проходит граница, где грань простого вот этого «да отстань, ты дурак, я не хочу с тобой общаться». И то, что называется «хейт-спич», что отличает именно язык ненависти, вот то, что в кавычках берется? Ну, это, в принципе, когда призывает к употреблению силой или, как сказать... Ну, то есть угроза какая-то идет жизни и здоровью. Идет реальная угроза против вот конкретной группы, да, и здесь, если мы говорим с точки зрения уголовной ответственности, да, то, конечно, тут гораздо больше возможностей, и если что-то скажешь не так насчет признака, там, этнического или расового, да, если мы просто спорим признака убеждений, то всего скорее это будет речью ненависти не в смысле уголовного права, а больше уже административного и гражданского права. Кристина, а вот скажите, вот ваш проект все-таки, в чем его смысл? Вы упомянули, что смысл проекта как бы дать возможность полиции, ну, вот разобраться, то есть больше внести ясность или что-то еще включает в себя этот проект? Ну, в принципе, первое дело, вот предыдущий вопрос, как отличить речь ненависти от просто, ну, выражения или свободы, свободы слова. В принципе, эти критерии юридические, они вообще-то, ну, довольно сложные, да, довольно сложные, и это, в принципе, создает, ну, вот эту проблему, то, что не всегда нам удается или правоохранительным органам не всегда эффективно удается идентифицировать, вот когда уже переступили вот эту грань, да. И, в принципе, вот, ну, цель проекта в том, чтобы, то, что мы будем делать в рамках этого проекта, то есть у нас будет исследование, насколько эффективно правовое регулирование на данный момент, если надо будет, значит, будет. вырабатывать поправки в правовом регулировании, и еще цель выработать руководящие указания для правоохранительных институций, чтобы именно им было легче идентифицировать вот эти преступления, преступления ненависти. И потом следующий этап – это обучение, выработка программы по обучению и внедрение этой программы. То есть, если я правильно понимаю, сейчас речь идет о проекте, который поможет правоохранительным органам отличать самим, что там, в каком конкретном случае можно ли это квалифицировать как язык ненависти, как угрозы и так далее. Но скажите, с другой стороны, со стороны общественных, ну и опять же, вы упомянули какие-то учебные программы. Что касается другую сторону, общественность, которая, ну, ее отдельные представители, нет-нет, да и проявляют тот самый хейт-спич, когда начнется какая-то информационная кампания, ну вот по обучению, что ли, широких слоев общественности, тому, как правильно и вежливо, и сдержанно друг с другом общаться, даже в нервной ситуации пандемии? Да, ну, в рамках этого проекта, к сожалению, нету таких возможностей. Ну, как вы считаете, необходимы подобные информационные кампании? Абсолютно. Но то, что поможет обществу, ну, более широкому кругу общества, то, что это исследование, да, и эти руководящие указания, да, они будут свободны, доступны в интернете. То есть этим сможет пользоваться, в принципе, любой заинтересованный человек. Да, а вот говоря про интернет, в принципе, ведь мы все знаем, что и Фейсбук, и Твиттер, они сами достаточно строго следят за проявлениями такого вот, значит, хейт-спич, и нужны ли еще дополнительные какие-то меры, если они сами регулируют, и, ну, просто лишают слова, отключают, блокируют аккаунт, если человек, ну, позволяет себе такое? Ну, вы знаете, я думаю, что тут надо отличить две стороны, или два аспекта вот этого, то есть, как бы, цензуры, да, как мы можем сказать, да. Одно дело, то, что, в принципе, Европейская комменция по правам человека, да, согласно решению Европейскому суду, то есть то, что социальные медиа или социальные сети, на, в принципе, в ответе, чтобы там не было вот этого языка ненависти. То есть, сама сеть, да, или в ответе, чтобы вот контролировали все-таки этот контент. Это одно дело. То есть, другое дело, то, что каждое частное заведение, каждая частная компания имеет право ввести, как бы сказать, код корпоративной этики. То есть, одна компания, вот, говорит, что она не будет сотрудничать с людьми, которые, там, у которых, ну, другие взгляды насчет людей другого сексуального, другой сексуальной ориентации, да, другие, наоборот, как Ауэс Херманис говорит, что нет, в моем театре мы будем говорить о всем, да. Вот, 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 вот только хотел как раз упомянуть Херманиса. Это декларация, как бы, корпоративной этики вот конкретного заведения. То есть, мы знаем, что теперь, что я у нас Рига-Стеатрис разрешено право слова в самом широком, ну, насколько это право, правовое регулирование, насколько это разрешает, да. И, например, другое, другое заведение, другая компания сказала, нет, мы не будем терпеть язык ненависти против, там, например, групп, расовых групп или этнических групп, да. То есть, тут два аспекта. Да, но вот не получится ли так, вы сами упомянули слово цензура, правда, ну, мы видим, что вы показали кавычки, как бы, а наши слушатели-то не видели этого жеста, вот не получится ли все-таки, что эти ограничения могут, ну, как-то сказаться на свободе слова, потому что человек, если будет сам включать самоцензуру, бояться сказать что-то лишнее, не получится ли так, что, ну, мы лишимся этой свободы? В принципе, это существовало, например, это корпоративная этика, у компании это уже давно существовало, да. Только это существовало на Западе, и как бы у нас вообще вот эта дискуссия только вот теперь начинается. На самом деле это ничего нового, ничего нового тут нету, это что-то новое в наших дискуссиях здесь, в Латвии. То есть, и я тут никакой угрозы, в принципе, не вижу, потому что в любом случае для нас всех обязательное правовое регулирование, которое дает нам и право на свободу слова, и, с другой стороны, обязательства, то есть соблюдать права других людей и не доходить, не переступать эту границу, где уже начинается язык ненависти. У нас есть звонок, может быть, успеем еще его принять. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, на мой взгляд, эти вот хейт-спич, то есть это все настолько большая глупость. На самом деле телезантность – это замаскированная ложь, и главное не то, что человек говорит, а что он думает об этом, и что он испытывает. И если я вместо слова «негр», который почему-то стал «н-ворд», я скажу «рубероид» с ненавистью к чернокожим, от этого лучше не станет. Но «рубероид» – это не «н-ворд». Я могу это говорить ему в лицо, и он, может, это даже не поймет, но это поймут другие. Поэтому главное то, что я отношусь к этим людям как к людям, а не как к каким-то недолюдям. Понятно, спасибо, спасибо. Просто у нас очень мало времени. Я сразу вспомнил анекдот «товарищ, не надо мне лить за шиворот, расплавленное олово», да, вот как, где вот таким образом разговаривают между собой там рабочие настройки, и мы должны как будто бы поверить, что они так разговаривают, хотя наверняка они разговаривают более крепкими выражениями. Вот если мы, ну вот мы понимаем, что невозможно отследить эти, сегодня одно слово считается бранным, завтра другое. Вот, может быть, надо в корень смотреть этих причин? Ну, это, в принципе, и право, и правовое регулирование, и вот эти признаки, которые вот отличают просто свободу слова и уже язык ненависти, да, вот все это как бы берет внимание, поэтому я говорю, что это довольно такая пилиграмная работа для любого юриста, чтобы, ну вот сказать, что это такое было, да? Да, Кристина, это все понятно, но позвонивший, если я правильно понял, а, скорее всего, я понял правильно, высловался в том плане, что чаще всего так называемая политкорректность – это закамуфлированная лицемерия. И, возможно, имеет смысл не бороться с конкретными словами, а с причиной, по которым эта ненависть, будь то классовая или расовая или гендерная, проявляется. То есть то, что раньше, когда-то, тысячу лет назад, называлось вот воспитывать подлинным интернационалистом. Ну, то есть действительно объяснять, что люди равны. Это нормально и это правильно, а не бороться с конкретными какими-то словами. Ну, к сожалению, для нас это потребует несколько поколений, потому что все это происходит очень-очень постепенно. И, к сожалению, вот эти стереотипы, которые существуют в обществе насчет разных групп, ученые и психологи говорят, что это знание, у нас существуют эти, работают эти стереотипы в уровне подсознания, потому что мы вот принимаем дискриминирующие решения в нашей жизни насчет других людей, да, в принципе, даже не осознавая это. И вот если я сравниваю свое поколение, да, это 40 плюс и молодое поколение, и свои студенты, да, 20 плюс, то видно, что у них в голове как бы гораздо меньше этих стереотипов, которые вот действуют. Ну, насчет вот звонка и вот этого вопроса, да, ну, как сказать, если честно, то мы даже своим самым близким людям не говорим абсолютно все то, что мы думаем, чтобы их предохранить от каких-то, ну, от чего-то неприятных. Ну, от переживаний или лишних, конечно. Что при нашем ежедневной коммуникации это абсолютно, я думаю, необходимо все-таки немножко подержать язык за зубами, да, и как-то вежливо друг к другу обратиться, если даже, ну, мне кажется, что этот другой человек, ну, совсем, не совсем правильно себя ведет, да. К сожалению, да, у нас просто время нам показывает, что нужно заканчивать, впереди новости. Золотые слова. Огромное спасибо Кристиане Дубу, это была с нами, научный руководитель проекта Калдер, ассоциированный профессор Юрфак КЛУ, который рассказал о том, как прокуратура, госполиция, судебная администрация и фонд общественной интеграции будут отслеживать различные дискриминационные проявления. Утро на балконе Редактор субтитров А.Семкин